Всем привет! Прочитал я тут жалостливое сообщение из Мариуполя. Ждали некоторые русские миры, дождались. Но я не обо всем о том, что город разрушенный, что его не восстанавливают. В этот раз сообщение было о том, что гуманитарная помощь выдается только тем, кому исполнилось 67 лет. Ну и сама гуманитарная помощь выглядит жалко. Пачка крупы и бутылка масла. В этом же сообщении написано. А вот в Киеве, в Киеве мариупольцам выдают отличную гуманитарную помощь. Я ради интереса позвонил в Киев узнать, какую же помощь выдают мариупольцам. А мне товарищ говорит, почему мариупольцы всем пострадавшим от войны и вообще всем, кому тяжело, обращаются за гуманитарной помощью. И действительно она стоящая. Обещал фотографии и видео присылать. Я как-нибудь в следующем ролике покажу, чем помогают тем, кто пострадал от войны. Тем, кто пострадал от россиян, точнее сказать. А тем, кто ждал русский мир и сейчас разочарован, это еще не начинали, как говорил вождь. Я очень часто обращаюсь к россиянам, чтобы они рассказали и показали все достижения величайшего вождя. Но показать они мне не могут и рассказать не могут, потому что нечего показывать и рассказывать. А сейчас я обращаюсь к так называемым ждунам. И точнее уже не ждунам, а те, кто дождались, те, кто говорит, что Россия нас любит, Россия нас спасает. Нет, это далеко не так. Я обращаюсь к вам, те, кто дождался русский мир и получил русский паспорт. Расскажите и покажите, как ваша жизнь изменилась в лучшую сторону. Вот это мне очень хочется посмотреть. Я бы много еще чего сказал, но, наверное, лучше всего сказала женщина. Я ее голос сейчас включу и послушайте, она к вам обращается, ждуны и те, кто стремится, стремился в Россию. Слушайте. Заходят ко мне украинцы с оккупированных территорий, которые за Россию, которые стали россиянами. Я у них спрашиваю, что вы будете делать, когда к вам придет ССУ. Ну, они не верят, не верят, короче, что вы будете делать? Мы поедем в Россию. А куда? Ну, Россия нас любит. Правда? Вы в этом уверены? Что-то я не знаю, кто кого любит. Так, грубо говоря, у нас в Воронеже даже родственников из-под Воронежа особо не любят. То есть приехали, как бы быстренько, ручки в ножки, и дуйте обратно. Город, деревни не любят. Москва город не любит. Там никто никого не любит. Вот кто отдаст вам свое жилье? Вот они стоят на очереди. Свой номер в садике. Кто отдаст вам, не знаю, налоги заплатит больше, чтобы вам медицином оплатили? Кто? Кто? Еще там с этими санкциями, с безработицей, с этой ненавистью, что вы украинцы, и за вас погибли мужья россиянские. Вас кто-то будет любить? Вы серьезно? Вы представляете, вы просрали свою жизнь, и вы туда, в эту просранную жизнь, заталкиваете своих детей, которые как бы ничем не виноваты, да? Они, по идее, могли бы расти в Украине и получить все. Грецию, Польшу, Амстердам, Канаду. Любые лекарства, любое образование, доллары, евро, все что угодно, ну нигде, у вас принцип. Вы нужны России. Вот я хочу послушать, просто вот ухо аж медом течет, послушать, как вас будут ху**ить в магазинах, в транспорте, на улице, на базаре, на работе, как вам будут давать ху**ить детям в школе, соседям, как вас будут насилия. Луганщины, я не знаю, как они будут насилия, но вас будут везде. И я просто хочу это увидеть, я хочу это услышать, я хочу это видеть на мостной ленте, как россияне будут мстить луганским, донецким, донбасятским, не знаю, кому угодно. Те, которые жили в Луганске, говорят, Путин, спаси нас, как потом вам будет сладко получать пи*** от россиян. И как вы будете чувствовать, получается, вы обратно не вернетесь, а в России вам не жить. Как я согласен с этой женщиной? Спросите сейчас 100 семей. 100 семей тех, кто кричат, что нужно освобождать Украину, что нужно с этим покончить. Вот опросите, пожалуйста, 100 семей и услышим ответы. Уверен, что все 100 ответят, что они не готовы принять у себя беженцев из Украины. А вот бездуховная Европа приняла миллионы украинцев. А еще хочу вам сказать, как она права, что те украинцы, которые или уже не украинцы, теперь они россияне, как они перечеркнули жизнь своим собственным детям, перечеркнули будущее у своих детей. Лишили собственных детей возможности получать образование в любой стране. Передвигаться со своим украинским паспортом свободно в Евросоюзе и не только в Евросоюзе. Как можно было сделать такой выбор? Свободу променять на рабство. На стопроцентное рабство. Как-то так. Ну а вы смотрите канал, подписывайтесь и самое главное делитесь видео. Меня смотрят достаточно много украинцев. И среди них немало друзей. Ну, наверное, есть и те, которые ждут. Задумайтесь, подумайте.